МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Север. Вас приветствуют мои коллеги, я, Владимир Томилов. Смотрите сегодня в выпуске. Мы являемся координатором программы антинаркотической. Основные мероприятия направлены на профилактику данного заболевания в первую очередь среди подростков и молодежи. Во всем мире сегодня отмечают Международный день борьбы с наркоманией. Как противостоять беде, сегодня говорили на круглом столе в Нарьинмаре. Кандидаты и доверенные лица могут отдавать документы на регистрацию не только в рабочее время, но и в ходные дни. В округе стартовала избирательная кампания. Кого и где будут выбирать 8 сентября, смотрите в материале нашей программы. А так я попаду прямо сразу в бригаду. Сейчас, ну, как бы в нашу бригаду сядет вертолет, и я уже буду дома сегодня. Быстрее и комфортнее. Нарьинмар не с полуостров Канин. Студенческий вертолет доставил абитуриентов с места учебы в родные стойбище. Начнем выпуск трагической новости. Сегодня на одном из озер в районе аэропорта во время учений погибли два сотрудника Нарьинмарского филиала Федерального северо-западного авиационного поисково-спасательного центра. По предварительной информации, в 13.35 во время проведения плановых учений по спуску маломерного судна с вертолета на воду в сценарии тренировки что-то пошло не так. По одной из версий, спасатели могли сорваться в воду и захлебнуться. Как стало известно, всего на воду спускалось 5 человек. Проводилась тренировка по спуску спасателей на водную акваторию. И два человека, возможно, что ударились в воду или там. Это точно пока сейчас следственный комитет проводит. Туда мы направили, да, сразу же бригаду скорой помощи. Они прибыли на место, но уже констатировали факт смерти, да. По данному факту, Следственным комитетом России по Архангельской области в Сиенинском округу проводится проверка. В настоящий момент на месте работает оперативная группа, идет осмотр места происшествия и другие следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Официальные лица произошедшие пока никак не комментируют. Мы будем следить за развитием событий. Наша телерадиокомпания выражает соболезнования родным и близким погибших. Сегодня по всему миру отмечается Международный день борьбы с наркоманией. В Ненинском округе под лозунгами «Нет наркотикам» проходят многочисленные спортивные оздоровительные мероприятия, встречи со студентами, школьниками, педагогами, родителями. На территории округа реализуются проекты, направленные на предупреждение и борьбу с этой напастью. Подробности у Михаила Малеева. Проблема наркоманией в мире уже многие годы беда, болезнь и пока неразрешимая проблема. Это видео из некоторых европейских стран приводит нормальных людей в шоковое состояние. Наркоманы разгуливают прямо по парковым зонам. В Ненинском округе такого, к счастью, нет. Как отмечают наркоконтроли, сейчас ситуация стабильная. С начала года выявлено 11 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В основном это употребление и распространение курительных смесей. Однако в целом ситуация гораздо лучше, чем в соседних регионах страны. В последние полтора года население округа достаточно активно стало пользоваться нашим телефоном доверия. В этом году нами зарегистрировано около пяти сообщений. И что радует, то что одно сообщение, оно подтвердилось. В ходе его проверки возбуждено уголовное дело. Сейчас лицо привлекается за сбыт наркотических средств. В случае беды помощь окажут и в управлении здравоохранения. Здесь также проводят и антинаркотические акции. Только в одной из них по округу приняло участие более тысячи человек. Половина из них – дети. Мы являемся координатором программы антинаркотической. Основные мероприятия направлены на профилактику данного заболевания. В первую очередь среди подростков и молодежи. Потому что это является целевой аудиторией для наркодилов. Действенный метод борьбы – пропаганда здорового образа жизни. Алексей Бажуков занимается работой с трудными подростками уже почти 10 лет. Считает, что главное – научить детей сказать «нет» наркотикам, алкоголю и другим психотропам. Я нисколько не сомневаюсь. Те люди, которые торгуют, мне кажется, они абсолютно не задумываются, что рано или поздно то, что они продают нашим детям, по цепочке их товар придет к их ребенку, к их близкому человеку, родному и любимому. И, быть может, тогда они об этом задумываются, что они сделали что-то в этой жизни не тон. Уже в ближайшие дни Алексей с ребятами организует сплав на катамаранах по рекам. Кроме того, летом в планах и многочисленные турпоходы. Такие методы, как показывает опыт, уже зарекомендовали себя и дают результат. В округе стартовала избирательная кампания. В 2013 году выборы пройдут 8 сентября. В этот день в Дениском округе в 11 муниципалитетах изберут глав и депутатов советов. Кроме того, жители НАУ будут выбирать народных избранников в Архангельское областное собрание. В Канинском, Пешском, Приморско-Куйском, Пустозерском, Малоземельском, Юшарском сельских советах, а также в поселке Искателей пройдут выборы как глав, так и депутатов. В муниципальных образованиях Омске и Телевисочной изберут только местный совет. В Тиманском проголосуют за главой сельсовета. Срок полномочий избранных глав, ровно как и депутатов, составит 5 лет. Кроме того, в Нениском округе объявлены выборы в Архангельское областное собрание. Документы от кандидатов и их доверенных лиц будут приниматься до 4 июля в окружную избирательную комиссию. Кандидаты и их доверенные лица могут отдавать документы на регистрацию не только в рабочее время, но и в выходные дни. Поэтому с 10 до 4 часов мы будем ждать дня кандидатов. Все кандидаты, которые идут по спискам, и списки регистрируются в областной избирательной комиссии, и одномандатники, и самодвиженцы приходят, регистрируются в окружную избирательную комиссию. Улететь домой студенческим вертолетом. Абитуриенты Канинской тундры добираются до места учебы в родные стойбища специальным рейсом. Маршрут на Ринмар-Нейс полуостров Канин ввели несколько лет назад. Перелеты осуществляют в рамках окружной программы поддержки оленеводства два раза в год. Наша съемочная группа пообщалась с пассажирами и выяснила, насколько востребован студенческий борт. Вертолетом до Шойной, затем лодкой до первых бригад, и уже оттуда на оленях в родное стойбище. Такой маршрут, рассказывает Юлия Ванюта, ей бы пришлось сделать еще несколько лет назад. Теперь все по-другому, быстрее и комфортнее. А так я попаду прямо сразу в бригаду. Сейчас, ну, как бы в нашу бригаду сядет вертолет, и я уже буду дома сегодня. Желающих много, а потому запись на борт за две недели до вылета списки в Управлении по делам коренных малочисленных народов Севера или Канинском сельсовете. Такой строгий регламент позволяет избежать возможных конфликтов. Вместе со студентами места нашлись и для работников общины. В списочки были включены именно студенты, которые закончили учебное заведение в Наринмаре, которым необходимо было вылететь с Наринмара до Ниси, с Наринмара до бригад. Эта бригада у нас пятая идет и седьмая. Но мы, конечно, не могли оставить без внимания тех людей, которые работают в общине Канин. То есть они здесь находились по... Ну, кто-то в больнице был, кто-то в отпуске был. Поэтому списочек такой мы тоже включали. По словам проводника Андрея Вокуева, обычно студенческий рейс выполняется в третью, пятую, седьмую и одиннадцатую бригады общины Канин. Точный маршрут определяют исходя из потребностей. Ну, убирают где больше, а отсюда мы решаем, как ближе подъехать людям. Ну, с этого, с края, с того, с края и середину. Высчет район. Пятая и седьмая бригады кооператива Канин и третья бригада кооператива Восход. Всего в Тундру смогли улететь одиннадцать человек. Все, кто был внесен в списки. Следующие составят уже в конце августа. В них внесут тех, кто уже из оленеводческих бригад полетит обратно на учебу, вниз и на Наринмар. Атон Парахин, Владимир Ордеев, Николай Воучийский. Селиванал Север. Речники подводят предварительные итоги пассажирских перевозок. Навигация на Печоре открылась месяц назад. В этом году на реке работают новые быстроходные катера. Наша съемочная группа отправилась из Наринмара на Леминос и обратно, чтобы выяснить, насколько востребованы эти суда. Слово Дмитрию Щепанову. Разместилась наша съемочная группа по-королевски. По пути в деревню Андик на борту катера не было ни одного пассажира. Заход в Нерминос также не дал ничего. Лишь на обратном пути катера в Андике подсела пассажирка. И та узнала о приходе судна от нас. Катер ЗР-1 каждое утро выходит на маршруты по всему Нижнепечурью. Ежедневно он съедает по 100-150 литров бензина. А заполняется крайне редко. Водитель катера объясняет, еще не все знают расписание. Ну, сейчас как бы расписание, вот только входим в расписание. Народ еще мало знает. А сейчас, на данный момент, сейчас я был на Нерминосе, сходил в администрацию. Ну, они подадут объявление, что все, начал катер ходить. Однако расписание Северной транспортной компании еще нужно уточнять. Дело в том, что заявленное на сайте Заполярного района не всегда выдерживается. Иногда нет пассажиров, и по согласованию с администрацией сельсовета катер туда не заходит. К тому же новые скоростные лодки работают только неделю, а до этого перевозками занимались медлительные речные трамвайчики. Есть еще одна причина снижения пассажиропотока – конкуренция. Моторная лодка на Печоре – не роскошь, а средство передвижения. Здесь она у каждого второго. Неудивительно, что многие занимаются частным извозом, создавая серьезную конкуренцию транспортникам. Впрочем, цены частников кусаются даже по сравнению с недешевыми билетами Северной транспортной компании. Если до Андиго на катере СТК проезд стоит почти 600 рублей, то выбраться оттуда на частнике можно только за 2500. Логично, что собрав компанию в 5 человек, можно даже сэкономить. Но в деревне, где живет чуть больше сотни жителей, это весьма затруднительно. Единственная пассажирка сегодняшнего рейса все-таки предпочитает услуги Северной транспортной компании. Для того, чтобы перевозка на катере была рентабельной, пассажиров на борту должно быть хотя бы 50% от нормы. В противном случае компания работает себе в убыток, а ведь возить иногда приходится и одного, и двух человек. Бывали случаи, когда большой теплоход отправлялся в деревню Лабожское с двумя пассажирами на борту. Впрочем, за недостающих пассажиров всегда доплатят налогоплательщики. Прежде всего, мы созданы для того, чтобы заниматься перевозкой пассажиров водным транспортом. Поэтому здесь уже затраты все компенсируют нам округ. По словам директора, загрузка каждый раз разная. Но сказать, что из желающих выстраивается очередь, сложно. Самый логичный шаг для речников сейчас – разъяснить свое расписание всем желающим. И, разумеется, соблюдать, чтобы люди не пришли к пустому берегу. Дмитрий Щепанов, Сергей Качегов, Телеканал Север. На Санкт-Петербурге стартовала международная регата АР-80. Впервые целый парусный флот отправится на землю Франца Иосифа к белым медведям за куском айсберга. В Петербурге парад парусов. Это старт третьей международной парусной регаты. Их участники – яхтсмены из семи стран. Среди них капитан легендарного Петра I, совершившего арктическую кругосветку за одну навигацию без помощи ледокола. 13 кораблей пройдут по внутренним водам России. Только шесть из них отважатся на экстремальный отдых в Арктике. Там все по-настоящему. Это не рафинированный отдых. Шторм так шторм, медведь так медведь. Там льды, шторма, медведи, брошенные полярные станции. Там все по-настоящему. Организаторы отмечают, важно не только дать шанс зарубежным яхтсменам познакомиться с уникальной культурой поморов и обменяться опытом. Главное – обратить внимание государств всего мира на экологические проблемы Арктики. Уже в третий раз участники регаты будут вывозить мусор и убирать территории Заполярья. Некоторые капитаны берут на борт даже гостей. Я даю им возможность увидеть красивые места, чтобы они понимали, насколько важно сохранять экологию, что нельзя добывать нефть в таких количествах и загрязнять природу. Такое путешествие не очень затратное – 3,5 тысячи евро с человека. Капитаны называют его бюджетным. К членам экипажа предъявляются особые требования, но никакой дискриминации нет. Мы выбираем из множества людей – женщин и мужчин. В основном идет отбор. Команда должна быть дружелюбна с гостями, хорошо обращаться с лодкой. Все должны уметь готовить. Некоторые женщины наравне с мужчинами легко справляются и с парусами, ведь уже имеют навигационный опыт и специальные навыки. Но есть и те, кто впервые отважился на такое путешествие. Я хорошо отношусь к воде, моя стихия, хорошо себя в ней чувствую. Поэтому, не знаю, вот решила, почему бы и нет. Действительно, я понимаю, что на этой лодке главные мужчины. Буду как-то им помогать. Участники легаты АР-80 оставят за кормой 3000 миль. 28 июля все вернутся на материк с куском настоящего арктического айсберга. Узнать все новости нашего канала вы можете на сайте www.trksever.ru. Я, Женай, с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.